здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Акваградус с вами Андрей и сегодняшнее видео у нас посвящено узлам отбора и аксессуаров связанных с ними как вы знаете друзья наши колонны все работают по пару то есть дефлегматор пропускает пар определенной температуры далее он конденсируется в холодильнике вытекает дистиллят узлы отбора предназначены для отбора по жидкости когда мы отбираем жидкость непосредственно с колонны на нашем сайте представлены два узла отбора первый узел отбора совмещен с диоптером второй мини узел отбора вот в таком виде также на сайте представлены дополнительные оборудование аксессуары которые предназначены для работы с данными узлами отбора такие как до охладитель для того чтобы охлаждать жидкость с температуры той которую мы получили ее с колонны обычно это в районе 70-80 градусов до температуры комнатной для того чтобы не происходило окисление спиртов также на сайте есть игольчатые краны ретификация для точной регулировки скорости отбора жидкости с узла отбора также на сайте представлены дополнительный царгик с которым удобно работать с узлом отбора особенностью этих царг является отвод под термометр расположенный ниже узла отбора он позволяет контролировать более правильную работу колонны чтобы не пропустить ненужные нам фракции при отборе допустим тела царги можно заказать любые вот данном случае у меня царга реки фикация на 70 сантиметров с отводом но можно заказать абсолютно любые вот я для себя заказал небольшую мини царгу которая стоит дополнение к основной царге также с отводом под термометр также в мини узел отбора есть возможность встраивания отвода под термометр также позволяет вам контролировать температуру внутри узла отбора давайте же рассмотрим по отдельности конструкцию данных узлов отбора начнем с узла отбора совмещенным диодом данный узел отбора очень удобен так как его можно использовать не только как узел отбора как диаптр если вы оставите в другом положении то допустим поставим на бак а дальше царгу заглушив это отверстие он прекрасно может использоваться как диоптр и контролировать спинивание вашей браги при первой перегонке также при второй перегонке возможно использовать данный узел отбора сейчас представлен на фланцевых соединениях предназначенной для аппарата акваграду стандарт компакт компакт плюс к абсолютно любому, который выполнен на фланцевых соединениях. Также данный узел отбора можно заказать и на кламповых соединениях. Давайте разберем узел отбора, посмотрим его конструкцию внутри. Узел отбора состоит из двух частей, которые соединяются при помощи болтов, шпилек, болтов через смотровое стекло. Стекло выполнено с кварцевого толстого стекла, который выдерживает перепады температуры. Также в комплекте есть защитный чехольчик для защиты нашего смотрового стекла. Давайте рассмотрим, как этот узел работает. То есть вот он вот так вот стоит. Флегма, которая возвращается с дефлегматора, стекает в более узкое отверстие и по трубочке концентрируется на тарелочку. Тарелочка она чуть больше по диаметру, чем та трубка, которая возвращает флегму. Получается вся флегма стекает на данную тарелочку и часть флегмы, которую мы хотим отбирать по трубке отбора жидкости, выходит наружу. Остаток флегмы через центральное отверстие вытекает на насадку, которая находится ниже узла отбора. На стекло одеваются две силиконовые прокладки с медицинского силикона для герметичности. Чем хорош данный узел отбора? Как я уже говорил, он настолько универсальный, его можно использовать как диоптер, а также этот узел отбора используется в нашей колонии Акваградус ректификация Акваградуса Альфа. Там на нем производится полностью ректификация, то есть как отбор голов, так и отбор полностью тела. Самое большое удобство то, что он совмещен с диоптером и вы можете видеть, контролировать возврат флегмы и понимать в каком режиме работает у вас колонна, нет ли там осушения, нет ли захлеба колонны, когда флегма поднимается сарги и начинает закипать. Это также можно контролировать в диоптере. И другой узел отбора, так называемый мини узел отбора, который выполнен уже без диоптра, но принцип работы его точно такой же. То есть флегма возвращается с диоптра либо холодильника, попадает на грибочек, переливается. В нижней части узла отбора выполнен стаканчик для сбора жидкости, с которой выведен носик для отбора продукта. Также есть возможность встраивания носика под термометр, который будет вам измерять температуру внутри данного узла отбора. Вот такая конструкция. С данным узлом отбора у нас уже есть ролик, где мы его использовали как узел отбора хвостов, там было очень много вопросов, почему именно так. Данный узел отбора можно применять абсолютно в любом месте, то есть если вы ставите вверху царги, то вы можете отбирать на нем головы, можете отбирать тело и если ставите в нижней части колонны, то можете в процессе перегонки использовать его как узел отбора хвостов. В одном из следующих видео мы на данном узле сделаем дистилляцию на узле отбора, именно на этом. Одним из несомненных преимуществ и удобств использования узлов отбора для отбора продукта, это является то, что не нужно контролировать работу колонны, то есть играться с настройками нагрева, дефлегматора, смотреть температурный режим пара. Вы просто включаете режим работы колонны само на себя, то есть дефлегматор либо холодильник, который находится выше узла отбора, настраивается таким образом, чтобы он через себя ничего не пропускал, а полностью всю флегму возвращал назад и краником узла отбора вы настраиваете именно то количество жидкости, которое вы хотите набирать, то есть если это головы, то это покапельный отбор, если это тело, то тоненькая небольшая струйка. Данный отвод по термометру именно позволит вам контролировать стабильность работы колонны, то есть когда температура здесь стабильна, после того, как колонна поработала на себя 10-15-30 минут, температура здесь стабилизируется либо в узле отбора, либо в дополнительной царги с таким же отводом под термометр. И когда происходит у вас отбор жидкости, то вот здесь температура должна быть стабильной. Как только здесь происходит увеличение на 0,1 градус, то это говорит о том, что тепловой уровень сместился, значит можно подхватить хвостиков, если вы отбираете тело. Скорость отбора уменьшается, либо перекрывается вовсе до стабилизации температуры. Далее опять можно потихонечку отбирать тело, допустим. А теперь аксессуары, которые необходимы при работе с узлом отбора. Прежде всего, это доохладитель. Доохладитель необходим, когда вы на узле отбора отбираете тело, потому что тело нужно получать температуру не больше 30-35 градусов, то есть надо получать охлаждённое, чтобы не окисляли спирты. Если вы отбираете головы на узле отбора или хвосты, и только лишь, вот этот доохладитель, в принципе, не обязательно использовать, но в любом случае желательно его приобрести с узлом, так как тело отбирать на узле также очень удобно, и для этих целей он нужен. И следующий аксессуар, это игольчатый кран-ректификация. С помощью данного краника вы регулируете количество отбираемой жидкости. То есть, когда вы отбираете головы, вы настраиваете краник таким образом, чтобы у вас был покапельный отбор голов. Одна, две, три капли в секунду. А когда вы отбираете тело, вы добавляете краник и отбираете тело уже тоненькой струйкой. Также, друзья, на сайте представлено дополнительное крепление. Монтируются они очень просто, легко снимаются, легко ставятся. Вот, допустим, вы смонтировали узел отбора, неправильно, вот так вот. Да, и вам надо поставить доохладитель на вашу царгу. Вы ставите два крепления достаточно быстро, и на них ставите доохладитель, и соединяете игольчатым краном через две трубочки. Хочу обратить внимание, что данный игольчатый кран имеет направление, поэтому необходимо придерживаться этой стрелочки. То есть, жидкость должна проходить вот таким образом. Друзья, вот такой вот у нас получился обзор наших узлов отбора. Если у вас появились дополнительные вопросы, что-то мы упустили или что-то вам было непонятно, задавайте в комментариях, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. А как я уже сказал, в одном из следующих видео мы сделаем на узле отбора полную дистилляцию. То есть, отберем с помощью узла отбора, как головные фракции, также произведем отбор тела, также при помощи этого узла отбора. Следите за нашими новыми видео. С вами был Андрей и компания Акваградус. До следующих встреч!